Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают! С вами Мария Кротова. Пожалуй, не найдется в истории женщины, которая привнесла бы больше в мир моды. Одно ее имя ассоциируется с чем-то шикарным, утонченным и истинно французским. Мода – это то, что носишь сам, все, что носят другие – немодно. Знаменитый афоризм Оскара Уайлда опровергла Коко Шанель в середине 20-х годов прошлого века, заявив, что мода – это маленькое черное платье. Тренды-бренды! Понятие «стиль Шанель» прочно утвердилось в терминологии моды. Сама она говорила, прежде всего это стиль. Мода выходит из моды, стиль – никогда. Но если покрой ее модели отличался предельной простотой, то собственную биографию великая мадмуазель, как называли ее французы, приукрашивала и перекраивала до неузнаваемости. Всю жизнь легендарная женщина боялась, что журналисты могут узнать о ее внебрачном происхождении, о том, что ее сдали в 12-летнем возрасте в католический приют. Там Габриэль, а именно такое настоящее имя Коко, научилась мастерски шить женскую и детскую одежду, а также время от времени работала певичкой в кафе. И часто исполняла модный шлягер «Кто видал Коко у Трокадеро». Отсюда и берет свое начало легендарное имя Коко Шанель. Правда, мадмуазель не любила вспоминать о своей певческой карьере и объясняла происхождение этого прозвища иначе. «Мой отец обожал меня и называл цыпленочком» по-французски «Коко». Вообще, мотив презрения к собственному происхождению, к нищете, окружавшей ее в детстве, преследовал Шанель на протяжении всей жизни. Этот комплекс стал одним из основополагающих ее бурной деятельности, в стремлении любыми путями добиться успеха и признания. Она встречалась с богатыми мужчинами, и одному из них, англичанину Артуру Кейплу, она обязана началом своей карьеры. Право изготавливать настоящее женское платье Шанель не имела, поскольку она не была профессиональной партнихой. Ее могли привлечь к ответственности за незаконную конкуренцию. «Коко» нашла выход – стала шить платье из джерси-ткани, которая до этого использовалась только для пошива мужского нижнего белья и сделала на этом состояние. Подобным образом рождались все ее наряды открытия. Созидая, «Коко» не изощрялась, а упрощала. Она не рисовала свои модели и не шила их, она просто брала ножницы, накидывала ткань на манекенщицу и резала. Однако, несмотря на то, что «Коко» ввела моду на женские брюки, сама она их носила редко, так как считала, что женщина никогда не будет выглядеть в брюках так же хорошо, как мужчина. Эксперименты с черной тканью начались после гибели Артура. Первые модели такого платья были длиной до колен, прямого покроя, с узкими рукавами до запястья. Их отличали невероятно точный, выверенный крой и революционная длина юбки. Кстати, Шаней считала, что низ платья нельзя поднимать выше колена, поскольку редко какая женщина может похвастаться безупречной красотой этой части тела. Историю для вас рассказывала Мария Кротова. До новых брендов! Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова